7. Какие-то у тебя очень короткие ролики. По 2 минуты, что ли? По 8. Ну это ж мало слишком. Ну это нормально. А по сколько должен? По 15? Ну да, хотя бы. Ну нет. Тебе виднее, ты лучше разбираешься в том, что там люди смотрят, что не смотрят. Я бы вообще ничего не смотрел без того, что мы делаем. Почему? Ну это же ужасно. Люди почему-то смотрят. Ты не спросил, не спрашивал людей, почему вы смотрите наши ролики? Ну задаем этот вопрос. Я прям так и назову этот товар. Почему вы смотрите наши ролики? Да, смотрите, наши ролики, у них не очень сильные шахматисты, занимаются не очень интересными вещами. Почему вы их смотрите? Да, все именно так. Ну а как? Ну вот что это за позиции белыми, ребята? Ну я просто играю плохо. Здесь делают ни при чем. И самое главное, что это была не сицилянка, не в одном месте. А что это было? Вот я пришел... Английское начало. Я пришел к сведению, что... К мнению, что твой дебютный репертуар полный шлак. Ты... Это хорошо, что ты пришел к этому мнению, значит мой дебютный репертуар нормально. Если ты пришел бы к другому мнению, тогда был бы повод задуматься. Ой-ой-ой. Ой, как он повел ладью. И загнулся. Эпично. Можно съесть ладью. Да не, Никита, на самом деле. Нельзя же играть белыми английское начало. Нельзя! Ну, меня надоело выигрывать одинаковые партии в каких-то острых вариантах после Е4. Это ничего не дает в плане шахмата. А что, как нужно играть? Надо играть на борьбу. Ну, объясни зрителям. Ну, я очень часто, даже у очень сильных соперников выигрываю за счет дебютных анализов после Е4. Я нам просто мат даю. Ну. Ну, это так не должно быть. Это не шахматы. Это заучивание дебютных анализов. А что шахматы? То есть, G3, слон, G2 это шахматы? G3, слон, G2 это шахматы. Потому что никто ничего не знает, что там происходит. А почему ты в классику не играешь, G3, слон, G2? Я в классику, G3, слон, G2. Серьезно? Да. Последнее время, по крайней мере. Как получается? Ну, не лучше и не хуже, чем Е4. Ну, это хотя бы шахматы. Ну, блин, ну, понимаешь, белыми нужно выходить из дебюта. Это с точки зрения шахматной истины, безусловно. Надо искать перевес белыми. Да. Но. Ты противоречишь с этой? Да, но просто у тебя... Особенно в Блице я не играю в Е4. Классику и во прежнем часто играю в Е4. Блиц это другое дело. Ну, ты бы накинешь уже на Е6 где-нибудь, или там на Д5. А, на Д5 уже накинул. Я все задавал с этим вопросом. О. Дубой из Ферзаж 2, Ферзаж 1, к сожалению. Ферзаж 2, Король Ф1. А, да, меняет. Нет, не хочет. Ну, слон Д7. Можно было Ферзей поменять, по-моему, нет? Король G2, А, нет. Так, опять все задавал. Меня запарило лагать, если честно. Все, все восстановилось. Ты меня слышал. О, когда восстановилось шестью секундами. Печально. Ну, ладно, что. Зато была борьба. Не, ну, позиция выигранная у белых была пока. Не, не начал борыбать. Ну, так мы с тобой прервали разговор на самом интересном месте. Ну, так продолжай. Ну, вот про шахматную борьбу. Никит, ну, белыми, понимаешь, белыми нужно... Да, но не в Блиц. Не очередной гамбит Мора и та же самая жертва на Д5 и матом в 15-м ходу. Ну, нет, почему? Она в пулю. Это как твои жертвы на А7. В пулю? В пулю легко хоть в следующей парте. А что значит легко? В пулю вообще можно играть что угодно. Абсолютно. Это не шахматы. Ну, то есть ты считаешь то, что нужно придерживаться своих каких-то дебютных схем. В пулю? Нет. В пулю можно играть что угодно. Свои, чужие, это не важно. Классная тактика. Легкая, правда, не обучаемая. Ну, посмотрел бы, когда в пулю, ты нашел бы легкую тактику. Нет, ну, с ровно 3, конечно. Нет, ну, в пулю, да, тяжело играть. Сложную тактику, ну, хоть какую-нибудь тактику. В пулю тяжело играть. Ну, с сильным человеком, да. Нет, например, есть люди, которые очень хорошо в пуле играют. Я в пуле играю плохо. Поэтому мне в нее тяжело играть. Почему не? А, да, слона 7 не было, к сожалению. Ну, понимаешь, в пуле зависит еще от мышки. В меньшей степени, чем многие склонны думать и оправдывать свою бездарную игру мышкой. Есть даже люди, которые склонны оправдывать бездарную игру в Блиц мышкой. Но это не главное. Платон же зависим от этого. Вот, например, Платон. Ну, да, но таких быстрых игроков именно на флешке, как Платон, очень мало. Кстати, вот мой текущий соперник, может быть, к нему относится. Начинает ускоряться и делает любые ходы, но на нереальной скорости. То есть он может полностью отключиться от шахматной составляющей. Я так не могу. Я почему-то, даже когда у меня совсем мало времени, чуть-чуть у меня на рефлексах, я смотрю на позиционные факторы, то есть не делаю совсем любые ходы. Я там не стою партий в пуле очень часто. Но потом он, например, явно мой соперник может абстрагироваться от этого. Нет, ну а что для тебя победа в пулю или вообще в шахматы? В пулю победа, это победа, когда у меня 1-0 результат записан. Нет, ну ты вот и говоришь, нужна именно борьба, не нужны какие-то дебютные анализы. Нет, в пулю это все, это не про пулю. Хорошо, а в классику? Что в классику? Что, как понятно, что в классику? Ну вот я... Ну, правильно воспользоваться ошибками соперника, передумать его и так далее. Ничего особенного. Как для многих людей так считают. Но не исполнить анализ и уйти. То есть это полезно, но и я так делал большую часть своей карьеры. Ну и в итоге... Это никогда не поздно этим заняться заново. Просто у меня возникает ощущение, что мне не хватает шахматных навыков, а не знаний о дебютах. Чтобы условно говоря, 2 600, например, иметь. Вот я и занимаюсь этим сейчас, поэтому... Ну, в какой-то степени логично. Я же не говорю, что это должно приносить лучшие результаты. Я говорю, что... Ну и просто надоедает одно и то же играть все время. После Куни в 3-3, ты пошел Куни в 3-3, больше 100 своих соперников, все, они не знают, что делать. У них стоит новая позиция, так же, как и у тебя. Вы играете. Если ты играешь сильнее, ты выиграешь. Ты, конечно, слабее, ты не выиграешь. Хорошая тактика. В очередной раз. Шах. Ой, шах лишний. Ладия, ферзи. Ну ты флаг слоу пошли, я понял тебя. Не, ну по-моему, это было гениально для пули просто. Это было очень тупо, но надо рубить флаг. Слоу не трясильно. А блин, ферзи тупой. Тебе некуда их вдевать. Ладно, я доволен тем, что нашел всю эту штуку там сосновавшись. В пули есть чуть-чуть шахмат, но тут на самом деле видно, когда люди что-то шахматное исполняют в пули, когда просто шляпают. Обычно просто шляпают все. Ай, тут вот, блин, нельзя играть Е4, меня это, конечно, бесит дико просто. Почему? Потому что на Е4 там, Ф4 на Е4 очень перспективная жертва. Белых король очень слабый. Так, закончим мы ролик, потому что связь у нас полная бездарность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова